О своей новой истории в Орловском Крывеческом говорят так, до ремонта и после него. Музей был закрыт 10 лет. Масштаб преобразований колоссальный. И это при том, что перевоплощение еще не завершено, говорит Андрей Минаков. Этим летом он отметит двухлетие своего директорства. Планы на два следующих года расписаны понедельно. К 2016-му музей будет открыт полностью, уверен Минаков. Сейчас 70-ти процентная готовность. В этом году мы планируем продолжать открывать нашу экспозицию. Будет у нас открыто еще несколько новых залов, в частности, посвященных нашим землякам. В год Орловский Крывеческий принимает 50-60 тысяч человек. Это больше, чем население Мценска. Вадим Потомский сегодня пришел сюда впервые. Главу региона встречали корифеи культуры и краеведения. Все то, что зависит от нас, работников культуры, все, что зависит от музейных работников, это все будет очень качественно, очень профессионально, очень душевно. И мы действительно всегда поддержим вас и словом, и делом. Я считаю очень правильно, что вы пришли, и очень правильно будет, если вы дадите небольшое указание, чтобы те предметы, те письма, те поздравления, которые поступают в администрацию, и просто иногда исчезают, попадали в музеи. Это очень важно. Мне очень приятно, во-первых, что у нас молодой губернатор. Это вселяет большие надежды. Блиц-экскурсию директор музея проводил лично. Самую большую остановку сделали в новом зале этнографии. Один из самых больших музеев, он был открыт в начале года. Здесь есть все, чтобы погрузиться в атмосферу традиционной народной культуры, ремесел, быта. Все здесь предметы курлены, многие из них уникальные, потому что собирались с нами очень долго. После обхода залов глава региона подытожил, знакомство будет продолжено. Просто интересно походить, посмотреть, как это было, какая история, с чего все начиналось. Это задача наша сохранить. В 2016 году сейчас уже с директором задачу ставим, чтобы третий этаж, так сказать, мы привели в порядок. У нас хорошее отношение в Министерстве культуры, нас они всецело поддерживают. Под конец экскурсии деятели культуры и главы региона договорились встречаться часто. Поводы нашлись почти сразу. Вот у нас комитет 40-50-летия Орла, да, значит, надо, чтобы у нас вот такие, как Антонин Юрьевич, обязательно присутствовали в этом оргкомитете. Вы будете участвовать в составлении тех будущих проектов, которые мы сегодня закладываем. Спасибо за доверие. Свой день музеев глава региона завершил в военно-историческом. Здесь была открыта выставка, посвященная деятельности контрразведчика и писателя Георгия Брянцева. С его именем связывают организацию подпольного движения в годы войны. После открытия выставки Вадим Потомский познакомился с экспозицией диорамы. Получилось батут. Продолжение следует... Продолжение следует...